В окружной столице собрались председатели комиссии по делам несовершеннолетних городов Салихарты-Лабыт-Нанге при Уральского района. Цель совместного заседания – межмуниципальное сотрудничество систем профилактики в отношении несовершеннолетних и защите их прав, работа с семьями, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Коллеги поделились опытом друг с другом и обозначили главный вопрос повестки дня – о мерах по снижению подростковой преступности. За стол переговоров представители трех муниципальных образований собрали общие темы. Рост правонарушений среди подростков и неравнодушие к ситуации всех, кто работает в системе профилактики. Лабыт-Нанге на межмуниципальном совещании представляли председатель комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Марина Трескова и ее заместитель Екатерина Кобычева. Никаких сравнительных анализов, только опыт работы с подростками и их семьями, которых члены комиссии не разделяют на своих и чужих. Чужих детей не бывает. Три муниципалитета территориально между собой связаны. Родители у нас многие из Лабыт-Нанги въезжают в Салихарп на работу, при этом дети без присмотра остаются у себя дома. Следовательно, наша задача в системе профилактики не допустить ничего, чтобы произошло в отсутствии родителей. То же самое приуральский район, поселок Харп у нас, это тоже наши жители, наши дети, мы их не отделяем от себя. Впрочем, вся работа, которая сегодня ведется в комиссиях, на это и направлена, а взаимодействие органов профилактики будет продолжено и в будущем. Заместитель председателя Лабыт-Нанской КДН Екатерина Кобычева в своем докладе остановилась на нескольких начальных этапах работы по выявлению, сбору информации в отношении несовершеннолетнего, анализу и принятие решения о постановке его на учет. Помимо имеющейся законодательной базы как федерального значения нашей окружной, на территории города нами утверждено два положения. Первое – это положение о межведомственном взаимодействии, которое мы еще приняли в 2011 году. В ближайшие дни у нас оно будет пересмотрено под нынешнюю обстановку в городе, внесены будут изменения и принято оно будет уже не постановлением комиссии, а постановлением администрации города. И второе положение – это положение о межведомственном социальном консилиуме, который занимается как раз-таки разработкой самого плана реабилитации, пересмотром этих планов, решением вопросов о необходимости ходатайства перед комиссией, о снятии и постановке несовершеннолетних внесений каких-либо изменений. После плодотворного общения представители муниципалитетов договорились встречаться по возможности чаще. Ведь заявленная тема совещания важна и имеет место быть в каждом городе и районе округа.